Привет, мои любимые, мои хорошие, мои уже родные. Я, как вы видите, в магазине с самого утра собралась, приехала сюда, вон там Мурка кушает. Мурка тут полностью завладела территорией нашей мастерской, ее пытаются переманить из салона, все, ее зазывают, но она ни в какой, она только с нами. Вчера, кстати, у меня была идея вот этого котенка сюда забрать и здесь вот его воспитать, вырастить, и чтобы он жил у нас тут постоянно, то есть, чтобы и на ночь его здесь оставлять. Но Мурка не пустила, шипела, кидалась, мы даже на руках не могли занести сюда котенка, потому что она просто прыгала сразу вся такая, с шипением. Я сама сегодня очень плохо спала, я сама переживала из этого котенка, что все именно так получилось, но я вам объяснила, домой я его забрать никак не могла, я не одна живу, понимаете, чтобы вот так вот взять себе домой, кого я хочу и когда хочу. В том числе, что касается Янки, Янка все-таки ребенок, и Янка еще не понимает всю эту ответственность, заводить еще и котенка к другим собакам. Хотя я читаю все ваши комментарии, что вы мне пишете, я абсолютно с вами согласна, со всем, с каждым вашим словом, но вы знаете, и вы меня тоже поймите, я прекрасно знаю вообще, что такое брать домой животное и пытаться найти хозяина. Я помню, у меня несколько лет назад была такая история со щенком, когда у меня на тот момент было три собаки, мы нашли бездомного щенка, и тоже я очень переживала, как и что, и решила взять домой на то время, пока не найду передержку или хозяев. В общем, закончилось все тем, что абсолютно все люди, которые громче всех кричали, что да, надо спасать животных, все наши эти организации, защитники, да, которые на передержку берут, они всем не отказали, они сказали, ну так вы же себе взяли, пусть у вас и живет. То есть, понимаете, легко говорить, да, о том, как мы должны помогать животным, легко говорить, трудно делать. Поэтому, да, я не хочу, чтобы вы думали, что я там отзлоблена, как-нибудь я хочу оставить котенка на улице, не переживаю, что он там может погибнуть, я очень переживаю, поверьте. Я вам даже не передать, что творится у меня в душе и вообще о чем я думаю, и как я сегодня вот полночи просто не спала из-за этого. Мне действительно, для меня это момент очень такой серьезный, и... Но по-другому, к сожалению, я тоже сделать не могу. Вот, ладно, закрыли эту тему, я думаю, если я что буду знать, как дальше продвигается судьба этого котенка, я вам расскажу, кому интересно. Все, я уже в магазине, тут привезли цветочки, Маринка там их чистит. Сейчас мы попьем с ней чай, я сяду за компьютер, потому что мне очень много надо делать. Мне надо посчитать все продажи за весь квартал, мне надо все документы перебрать, все накладные посмотреть, чтобы все оплаты у меня точно были проведены, чтобы у меня не было долгов за этот квартал. Также мне надо посмотреть все банковские документы, сколько вручки я сдавала, в какое время, то есть все это заполнить. Мне надо заполнить кассовую книгу, то есть подвести полностью итог всего квартала, чтобы вычислить свой налог, потому что я плачу налог по упрощенной системе, с той суммы, которая прошла по кассе, которая прошла по терминалу и по безналу, так как у меня безналные клиенты тоже есть, вот с этой суммы я потом плачу 5% налога. Так что все это мне надо сделать, все это сегодня, надо все эти вопросы закрыть. Оплачивать налог я, наверное, буду на следующей неделе, потому что надо еще подсобирать денежек, чтобы его оплатить. Я там приблизительно уже так ориентировочно знаю сумму. Ну вот, так что такие дела. Все, пойду поработаю. Что, мои хорошие, у нас тут работы много-много. Я сейчас поводила продажи за это вот время, что меня не было. Мариночка тут еще до сих пор чистит свеженький привоз. Одновременно переписываюсь со своими подписчиками, которые мне пишут в личку, обсуждаем там какие вопросы. Сейчас я, наверное, то есть я там посчитала, что мне надо. Сейчас уже займусь непосредственно бухгалтерией. Мне надо через клиентбанк сделать все выписки за квартал. То есть это мне надо каждый день отдельно. Я вручную ввожу запрос на выписку. Каждого дня. Вот с 1 апреля, правильно, апрель, май, июнь. Да, с 1 апреля по 30 июня. Мне все дни надо вот так вот по отдельности сделать отдельный запрос. То есть это, знаете, такая работа не сложная, но занимает много времени. А потом, когда они все обработаются в банке, мне пришлют обратно эти выписки за каждый день. И каждую эту выписку мне надо все сохранить. И потом все это распечатать. Мариночка там уже эвкалипт чистит, уже цветочки почистила. У меня там розочка сегодня приехала. Много розочки. И кустовой, и одноголовой я привезла. Гвоздичку привезла. Эвкалипт, матиолу. Что мы там еще привезли? Хризантему. Герберу в этот раз даже привезла. На прошлой неделе. Самое интересное, у меня на прошлой неделе у меня был заказ на герберу, а ее не было. На этой неделе она приехала. Замечательно. Только мне она на этой неделе, в принципе, особо и не нужна. Но думаю, ладно, возьму. Мало ли, продастся. Хотя герберу я в букеты не ставлю. Я ее в основном люблю продавать монобукетами. Просто вот брать там 7 штучек, например, ленты перевязываю, очень красиво смотрится. А в букетах как-то, не знаю. Редко я ее, очень редко ставлю в букеты герберу. Мои хорошие, привет еще раз. Как ваши дела? Я сегодня целый день, как вы видите, провела на работе, ничего вам почти не снимала, потому что весь день в цифрах, в бумажках, в бухгалтерии, голова кругом, практически все сделала. И если вы заметили, я все-таки не выдержала и забрала с улицы котенка. Сейчас он тут бегает у меня по машине. Я хочу вечером с мужем свозить его к ветеринару, посмотреть. Во-первых, мне скажут точно какой-то пол, чтобы знать, какое имя придумывать, мальчик это или девочка. Плюс, чтобы проверили на всякие болячки, все-таки котенок с улицы. Ну, котенок ручной абсолютно, очень ласковый. И на него дует кондиционер там снизу, он сейчас снизу там прыгает, и на него дует. Он смотрит на меня испуганно, у него шерсть дребезжит, мяукает, смешный такой. Смотрите, сейчас вам покажу. Вот, видите, туалетик даже купила, только надо еще песочек купить. Он мяукает, соскальзывает. Надо поехать кушать, купить котеночку. И молочка какого-то надо купить ему. Моется, хороший. Он такой хороший, он такой тигруля. Просто, просто замечательный. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какая это прелесть. Не знаю, что будет дальше. О, все, как я и сказала, полезет ко мне наверх, точно. Ты на меня будешь прыгать? Эй, аккуратно, у меня окно тут открыто, не выпади. Смотрите, какая красота. Смотрите, какая красота. В общем, я приехала домой, он сидел на парковке. Привет. Я приехала домой, он сидел на парковке и мяукал. Так, а вот будешь мне машину когти скрипсти, буду ругаться. Будешь моим... Я знаю, это будет кот для моих видео. Теперь у меня все видео будут вот с этим котенком. Когда мы узнаем, какой это пол, мы с вами вместе придумаем имя для этого котенка. Согласны? Ставьте мне лайк в качестве поддержки за то, что я вообще делаю какую-то абсолютную дурь. Просто поддержите меня, пожалуйста, вашими сейчас лайками. Что, возможно, это и неправильно, но я не могу. Я сегодня, я вам уже говорила, я всю ночь сегодня, ну, полночи я сегодня не спала. Я не могла уснуть. Мне этот котенок перед глазами просто был. Надеюсь, что я правильно сделаю. Напишите мне в комментариях. Не знаю. Сделала такую небольшую подстилочку дома. Эй, посмотри на меня, что-то вылизываешься. Он не спит пока. Ого, видите, хороший. Какой-то у Янки шарик я нашла. Но он у него не реагирует на этот шарик, я смотрю. Так и лежит рядом с ним. Он вот здесь вот спит. Ой, ладно, пойду я пока помонтирую видео на Янкин канал. Жду мужа, должен приехать. Наверное, съездим к ветеринару. Добрый вечер. Он же в машине. Наш котик мирно спал все это время, пока был дома. Собаки не находили себе места. Просто вылез, кулили под дверями и царапались в двери. Очень хотели познакомиться. Но котик не хочет пока знакомиться с собаками, потому что собаки виляют хвостиком, а котик на них очень сильно шипит. Вот, сейчас подлез мне под коленку. Эй, мне вообще-то неудобно. Как там тебя? Я еще не знаю, кто ты, мальчик, девочка. В общем, котик, мне неудобно. В общем, только что у нас тут был консилиум. Я, муж и мой очень хороший друг, у которого сейчас свой зоомагазин. А раньше мы с ним работали, я была его начальницей. И мы пришли к выводу, что ветеринар нам на данный момент не нужен, потому что кроме большого списка анализов и длинного-длинного чека с большими суммами, мы ничего не получим и не узнаем. Поэтому сейчас мы сразу направляемся в зоомагазин вот моего хорошего знакомого. Его зовут Игорь. Для того, чтобы... Игорь! Для того, чтобы у него купить все необходимое для котенка. Ну и заодно Игорь попытается узнать, мальчик ты или девочка. Дима думает, что девочка. Я тоже надеюсь, что ты девочка. Мне хочется, чтобы все-таки это была кошечка. Вот. Но все равно нам надо еще и более опытный человек, с его более профессиональной точкой зрения. Надеюсь, Игорь именно такой. Хотя Игорь, в принципе, как и мы в свое время с мужем были, он такой больше собачник. У него тоже... А, кстати, не, у него даже два кота. Что я придумываю? У него уж... Слушайте, обмануло. У него изначально же было два кота. И есть они до сих пор. Эти сфинксы у него. Мальчик-девочка. Такие красотчики вообще. А сейчас еще и собачка. Вот. Так что поехали с вами вместе съездим к... Вот, смотрите, мы идем к Игоре. Смотрите, у него магазинчик. А вот мой любимый Игоречек. Яки-таки. Все на белорусской... На белорусской мове. И общаешься тоже на белорусской мове? У меня очень много русскоязычных зрителей. Не все смогут помочь. Смотри, какой у меня котенок. Боже мой. Привет. А где знайшли? Ты решил специально, да, продолжить? Янка моя спасла. Она под маш... Ну, практически под машиной был. Вот, давайте экскурсию сразу. Заходим к Игорю в магазин. Смотрите, какая у него тут красота. Яки-таки. Никого ничего не смущает, Игорь. А сейчас у меня вопрос к Игорю. Игорь, ну согласись, что именно я тебя замотивировала на открытие собственного магазина. Ты очень долго сомневался. Теперь скажи честно моим зрителям, ты не жалеешь? Нет. Очень засмущался так. Я просто не публичный человек. Ну ладно, хочешь я замажу твое лицо, когда буду монтировать. Уже не надо. Уже не надо, вот. Давайте я вам даже скажу адрес. Запоминайте, кто из Минска. Бумажкова, 37А. Правильно? Да. Так, вот. Может он с вами и по-русски, и по-белорусски говорить. Приходите. А если вы еще скажете, что от Оли Жвавы пришли, так он вам еще и скидочку сделает. А по-белорусски будете с ним разговаривать? Так ясче больше. Смотрите, еще вам хотела показать. Смотрите, у Игоря тут есть стена любимых клиентов. Кстати, нашего котика он тоже сфотографировал. Девочка, похоже, у нас. И тоже мы тут будем. Видите, как здорово? Вы можете прийти вместе с питомцем сюда. Вас примут, сфотографируют и тоже повесят на стеночку. Ну как вам мой Игоречек? Правда, хороший. Он такой, лапочка. Правда, я ему сейчас сделала замечание по поводу того, что он неправильно встречает покупателя. Игорь, я знаю, что ты башнориста видео. Запиши себе важные слова, волшебные слова, как общаться с покупателем. Приеду, проверю. Вот, купили много всего классненького. А также, смотрите, переносочку купили, потому что я первое время, наверное, буду брать котенка с собой, потому что я боюсь оставлять его одного дома. Закрывать в комнате детской тоже опасно. Там много детских вещей. А с собаками оставлять в одном помещении я пока боюсь. Вот, поэтому, наверное, будет со мной этот котенок. Кстати, мы решили, что это все-таки кошечка. Игорь нам тоже сказал, что это кошечка. Так что можно придумывать теперь какое-нибудь классное имя. Она такого тигрового окраса, поэтому, наверное, надо что-нибудь, что будет связано с ее, может, окрасом. Не знаю. Пишите в комментариях, как вы думаете, как назвать нам эту кошечку. Вот. Вот. Да, мое коронное слово. Вот, которое надо вырезать из своей речи. Сейчас мы едем куда-нибудь покушать, потому что я очень хочу кушать. А вот мои хорошие я вырезать не буду, потому что у меня мои зрители все очень хорошие. И мне нравится всех вас так называть. Не хочу я вас называть просто там мальчики, девочки, ребята и девчата. Мне хочется говорить вам, что вы мои хорошие, потому что вы действительно у меня самые лучшие. И я это все говорю абсолютно честно и искренне. Вот. Поэтому, мои хорошие, сейчас мы едем куда-нибудь покушать. И, возможно, еще посмотрим полуфинал сегодня же. Зеркало. Зеркало еще сегодня. Посмотрим. Посмотрим в зеркало. И сегодня полуфинал. Будем... Я не знаю, я ни за кого болеть не буду. Я не хочу ни за кого болеть, чтобы не это... Чтобы никто мне потом не сказал, что я виновата в том, что эта команда проиграла. Поэтому я буду просто смотреть на футболистов. Вот. Я буду болеть за одни ворота. Во, я выбираю себе левые ворота. Я буду болеть за них. Поэтому получится, что я первую часть буду болеть за одну команду, а вторую часть за другую. Я буду болеть вот именно, чтобы левые ворота не били. Ладно. Хороший вечер такой сегодня. Тепленький, солнечный. Да и день, в принципе, неплохой. И котеночек спит. Спит, малышечка. Класс. В связи с тем, что у нас полуфинал, и уже он практически начался, мы решили, что мы с мужем никуда не успеем, нигде не займем столик. Да еще и с котиком, знаете, все-таки в кафешку особо не пойдешь. Поэтому мы заехали в Кикси, как всегда. Взяла себе твистер меню. Муж взял курочку. И у нас дома как раз большой, хороший телевизор, на котором можно посмотреть футбол. И заодно сделать так, чтобы наш котик постепенно приходил. Где мой муж? Слушай, у меня муж пропал. Не могу найти мужа, он куда-то ушел и не вернулся. В общем, ну и заодно сделать так, чтобы наш котик постепенно привыкал к новому дому, чтобы он обживался и чувствовал себя комфортно. Поэтому жду мужа, он куда-то пропал, а я хочу зайти, у меня там котик сидит. Я не могу зайти в машину и положить все вещи. Ну что, мы уже во дворе, как я вам говорила, приехали домой. Ой, у меня садится карточка заканчивается. Давайте тогда из дома уже с вами попросим. Ну вот, смотрите, вот такая вот красотуля. Теперь будет с нами жить, будет сниматься во всех моих видео. Так что давайте придумаем этой малышке хорошее имя. Я думаю, она сейчас все время будет со мной. Ну, я-то и девочка. Смотрите, вот такой шаричек ей купили. Вот, она с ним играется. Также мы купили корму, такой мягенький, который. Все-таки она совсем маленькая еще. Муж только что сходил в магазин, вот молочка принес для детей. Будем ей давать кушать. Также вы видели, я вам в машине чуть-чуть показала. Сейчас покажу поближе. Вот такую вот переносочку купили. И там пледик, а пледик это нам подарил Игорь. Это его подарочек для нашей кошечки. Такой, кстати, пледик хорошенький. Здесь внутри такая, знаете, как это сказать, видите, прорезиненная основа. То есть он не скользит, если что. И мягенький, мягенький, серенький такой. Вот, что еще вам показать. Ну, само собой купили мы лоточек. Этой девчонке маленькой. Но пока я не знаю. Она, наверное, сама как-то должна приучиться. Потому что я ей насыпала наполнитель. Она начала его выгребать лапками. А потом все, что высыпалось наружу, она с этим стала играть. Поэтому я не знаю, как ее приучать. Если у кого-то есть котики, расскажите мне, как приучить котика к лотку. Или они сами всему учатся. Чим уезжает. Чим уезжайкин. Ты такая морда классная. Ну, все. Теперь у меня будут ми-ми-ми видео про котенка. Это будет теперь звезда моего канала. Все, себя больше показывать не буду. На самом деле я уже переодета, умыта. Уже скоро буду собираться ко сну. Сейчас пойду монтировать видео. Поэтому вы не обижайтесь, что я уже не показываюсь на камеру. Я вам показываю вот эту вот котеечку маленькую. И буду с вами прощаться. Спасибо большое, что вы меня смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Ставите лайки, пишите комментарии. Вы у меня самые лучшие. И все. Пока-пока-пока. Эй, эй, малышка. Давай скажем пока. Давай лапкой скажем пока-пока-пока. Нет, не будем меня грызть. А скажем пока-пока-пока. Пока-пока моим подписчикам. Давай. Пока-пока-пока. Завтра увидимся. Завтра увидимся, скажи. Чись такая хорошая. Ди-ди. До свидания. До свидания. Продолжение следует...